Пусть куда другим А теперь, находясь на распутье Открывая в себе все живое Понимаю, что я на мгновенье Буду жить без понятия, кто я И пусть буду я трудным Не боюсь пути, только найти себя И пусть не поймут меня Я же нет звезда Но боюсь звездаю я У нас первый прокол И мы, как истинные и ленивые Не хотим снимать по лесу Но здесь вдруг уже появился Ну что ты, не сжигайте Не знаем, как зовут его Накормили его печеньями Или ее печенюхами, да? И она здесь с нами В общем, мы нашли что-то Че ты, Рожь? Че ты, Рожь? Че ты? Ух ты, собака В общем, мы нашли, где у нас здесь Еще такой прокол Это Где-то место Вот это место Проволока здесь Сейчас будем Ставить жгут Я выброшу ручку Открыть Нет 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 Осталось накачать колесо Жгутик мы поставили Это Гораздо быстрее По времени Чем снимать колесо Но Сделал прям на место Очень удобно Если вы пробили Переднее колесо Просто выворачиваете Колесо И прямо снимать Так, как я там мучился Не совсем удобно Там Когда колесо подпускает Потому что Совсем мало места То есть, что делать Но В целом Вы видели Пару минут И То, что здесь нормально Резина просто толстая Большая Зубастая Поэтому было тяжело Ее проткнуть Все равно В целом Вполне нормально Как тебе тут В Хандеге живется Нормально? Здесь Друзья Сегодня на дворе 30 августа А у нас А у нас здесь Посмотрите Какая красота Граница Республики Саха Якутия И Магаданской области И мы играем Снежки С Тохой Свет неравный У меня нет Ни одного снежка Я сейчас Ему отомщу Вот так вот Это круто Вот ради именно Вот этой красоты Я приезжаю сюда Из года в год Потому что тут Эй 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 Эхо нет Но очень круто Ладно Мы едем дальше Нам сегодня нужно Успеть приехать в Магадан Конечно рекорд Мы точно уже поставить Не успеем Но до финишной точки Добраться Должны При любых раскладах Поехали Ну что Этой зимой Мы здесь были Вместе с экспедицией По лесу холода А сейчас Зимой Этот родничок Не знаю Как родник Он не замерзает И Несмотря на то Что она такая Немножко зацветшая Очень хорошая вода Вот мы сейчас Мы берем воду Для того Чтобы Заправить Омывашку Она ледяная Конечно Вообще просто Аааа Пусть холодно Все Спадает Наверное Открыл Немножко Как холодно Ну по традиции Всегда на Колыме Я Намываюсь Водной водичке Потому что Это Земля Моих предков Немножко Вырежавшись Энергия Края И конечно Попью Этой воды Моих предков Моя постоянная и уже успевшая полюбиться вам рубрика «Мои любимые места» или «За что я люблю Колуму». Представляете, едем мы, едем. Вот, кстати, здесь находится дорога. Смотрите, какая красота. Горная река, сок, заснеженные вершины. Блин, друзья, это вообще просто. Просто, просто кайф, конечно. Это Колыма и республика Сахая-Куча. Родина моя. Тоха тут с селевичком. Что делать, что? Набивай просиликады. Молодец. Дима, Дима, ну все, лучшее селфи года сделал, пойдем. Третий, четвертый мост, такой проезжаем. Опять же, если бы мы не теряли бы скорость на ремонте автомобиля, если бы мы не теряли на поломках, которые у нас были, там, на пожаре, на еще пробках, на каких-то, то, в принципе, здесь бы все равно скорость упала. В теории мы, конечно, могли бы, да, но нужно быть реалистами, это было бы очень тяжело. Пусть они, смотрите, что сейчас за дорога. Дорога просто вся ремонтируется. Как нам сказали, движение есть, но оно сугубо реверсивное. И, по своей скорости, очень-очень маленькое. Это федеральная трасса, если что. Замерзшие мини-водопады. Представляете? Мы, кстати, потеряли номер, когда штурмовали реку. Опять же, повторюсь, мы находимся на севере. Доехать сюда не так тяжело. Мы доехали из Португалии и Лиссабона до практически Магадана. Нам осталось чуть меньше полутора тысяч километров. И смотрите, в какой красоте мы находимся. Мы проехали это расстояние за 7 дней. Поэтому, если ехать не спеша, то сюда вполне реально приехать за 10-12 дней и оказаться вот в такой красоте. Все горные реки, ручейки, которые здесь текут, они все стекают из распадков, из каких-то ключей. И из каждого можно смело пить. Вот абсолютно из каждого. Если он прозрачный, можно пить все хорошо. Так что приезжайте. Ехали мы, ехали. Въехали в Эмиконский район. Как раз то место, где и находится Эмикон. Всем известный Полюс Холма. Здравствуйте. А дизель есть? Дизель стоит 49, а этот второй 47. Не, 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 дизель. Я сказал, выбор, да. Ну, как всегда. Теперь официально наших здесь экспедиций. Раз. Диана. Два. Три. Четыре. Четыре экспедиции, это сильно. Я думаю, что это не предел. Все. Наша родная. Ну что, по старой, но очень хорошей традиции, мы заезжаем в кафе, которое называется Куба, и сейчас попробуем опять покушать либо хорюса, либо борщ из оленины или сахатины, то есть вот тут только так. Пойдем сейчас посмотрим, что есть в наличии. Здорово. Ты че это тут? Пойдем покушать. Давай я пока лучше туда пробую. Сидем. Здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас сегодня не покушено? Что желаете, то и есть. Отлично. Какое мясо в борще? Оленина. От без рога не было. Вот-вот. Не-не, я просто... Ты спрашиваешь в прошлый раз. Я же так что об этом говорил? А вдруг я забыла, что это мясо? Другое оно забыло. А рыба какая сегодня? А сегодня никакой. Сегодня на рыбалку никто не ходил. Давайте я буду тогда, наверное, борщ. Ага. Да и все, и салат какой-нибудь. А есть салат из свеклы? А есть салат оливье. Хороший? Вон, это все берут. Давайте салат оливье и два хлеба. И чай с лимоном. А лимона нету, не вырос. А, точно, я же забыл. Тогда давайте чай из гончая с брусникой и шиповником. Да. Можно еще чуть-чуть шипший. Вырос? Сейчас я быстро в тайгу сгоняю, травы наберу, забарю это дело и напою вас чаем. Все съели, как была еда? Все. Отлично. Я вообще тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Утро 31 августа. Продолжаем ехать. Вот рассвет. Сегодня в Москве, так же, как и каждый год в последний день лета, встреча колымчан. Еще тепло и хорошо здесь уже, снежочек лежит. Мороз. Температура за бортом у нас. Минус 7. О, минус 6 уже. Только что было минус 7. Едем. Едем, едем, едем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мостовское время. 8.30 утра. Сегодня идет седьмой день нашей гонки, нашей шестидневной гонки в Лиссабон-Магадан. Мы подъезжаем к славному городу Магадану. Это еще не сам Магадан, это его пригород. До Магадана нам еще где-то 120 километров. Начался уже не асфальт, а так называемая бетонка, закатанная асфальтом. В общем, американские или русские горки по-магадански уже начинаются. Ну что, ребята, что скажете? Круто. Прикольно, классно. Промежуток времени. Проехать такое расстояние из Астана, из Силана. Чтобы все в одном слилось. Уже обсуждали сегодня. У кого? Какое ощущение, сколько вот вроде? Семь дней, да? Вроде семь дней. А такое ощущение, что прошло дня два, наверное. Что все в последнее время. Движение, поспал движение, поспал движение. Урывками. Когда оно не чувствалось. Мы это сделали. Мы проехали. Мы, конечно, не побили рекорд по объективным причинам. Но прежде всего мы просто не смогли это сделать. Не важно уже, что там. Они были, действительно, они были эти причины. Не мы тухлили. Мы ехали очень быстро. Местами даже очень быстро. Но, к сожалению, есть вещи, которые не зависят от нас. Как и в обычной жизни, так и здесь. Это тоже часть жизни, которую мы прожили. Но в целом могу сказать следующее. Я, конечно, не буду пробовать побить этот рекорд второй раз. Потому что мне хватило этого один раз. Я тут, наверное, знаете, ощущение морской болезни поймал. Потому что у меня есть морская болезнь. Меня немножко укачивает в море. Да что там немножко. Меня укачивает в море. И на третий день где-то, я думаю, все началось. Потому что у меня вообще было так плохо. Но через день, как говорят, моряки перештермило. И вроде как стало все хорошо. Но, тем не менее, еще один раз там пить этот рекорд. Пытаться сделать его лучше точно не буду. Обязательно, если кто-то победит этот рекорд, пишите в личку. Звоните. По всем фронтам, где есть, пишите. Обязательно там комментарии. Есть несколько советов, которые, если бы мы сделали, то сократили примерно где-то часов на 12-15 отставания по графику. Это не считая каких-то поломок и форс-мажор. Не могу сказать, что мне оно не понравилось. Приключения продолжаются. Все, кто действительно заинтересован подобными акциями, можете спрашивать совет. Хочу сказать одно. Магадан, Магаданская область, вообще этот край, он притягателен. Он интересен. Я точно знаю, что я буду здесь еще и не раз. Но, опять-таки, давайте. Все, кто не был в этом крае, вперед в Магадан. Это действительно знаковая точка нашей страны. Вам здесь понравится. Ну, а действительно, поездка, этот супер-марафон, он был интересен, он был памятен. Все, кто в нем участвовал, действительно будут его помнить всю свою жизнь. И я, на самом деле, хочу сказать, что благодарен Богдану, благодарен Антону, благодарен Владе за то, что мы вместе все это сделали, все это реализовали. Действительно, это было здорово. И больше всего, я уверен, на 100% вы нам завидуете. Ну, завидуйте по-белому. Все хорошо. Ну, вот, такое мнение у каждого из членов на школу. Все, давайте, до встречи на финише. Ну, что, для уверенности все одели кепки. Дима тоже. И подъезжаем уже к Магадану. Проехали аэропорт. Тут, я думаю, километров 30, наверное, уже осталось. Настели уже должна нас встречать. Ну, как бы не было это волнительно, тем не менее, мы проехали через всю Европу и через всю страну, с запада на восток, от Атлантического океана до берегов Охотского моря, который впадает в Тихий океан. Поэтому, ну, все равно, такое бывает не каждый день. То есть, волнение какое-то есть, но, наверное, все-таки какая-то такая больше радость. Поэтому остались уже такие вот самые-самые близкие километры, и мы идем в Магадане. А пока прыгаем на магаданских люльках, которые не укачивают, а наоборот, будоражат. Едем. Это полношество? Я. Ну, так, ну, какие ощущения? Друзья. Радостные, радостные, радостные. Больше радостные. Солнышко светит. Он меня выгнал с этого сиденья, говорит, отдай мне пупок Славы. Выгнал. Говорит, мне нужно выйти вместе с Богданом. Мне нужны овации. Не, ну, правильно, мы магаданцы. Представляешь, да? Я штурман. То есть, он даже не скрывает, а ты говорит, мне нужны Славы. Дима, а ты в сторону. Ну, магаданские пробки, они не такие, как московские или питерские, но они тоже есть. Приехали. Прикольно. Погнали. Да, погнали. Опа. Привет. Привет. Здорово. Спасибо. Спасибо. Здорово. Приехал. Спасибо. Здорово. Спасибо. Здравствуйте. 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 Мы с вами находимся. Здравствуйте, Юрий Михайлов. Здравствуйте. Получается фамилия. А в английской русской короче. У дочь? Да, да, да. Здесь должность. Меня как раз сидит. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 31 номер. 16, 17. Да, да, да. Так, исторический момент. Ставим. Давай, давай. Все, готовы? Ну, сейчас да. Все? Да. Все, ребята, вот смотрите. С опозданием, конечно. Да, ладно, ладно. От нас. Путеводители, чтобы вы знали. Да, все равно. Чтобы все-таки не запомнились, да? Спасибо. Да, да здесь восстановим, я знаю. Набираем здесь. Да, вот он магазан. Сам финиш уже у нас закончился. Здесь вода. Здесь вода. А у нас нет номеров. Поэтому нам. Все равно. Ну что, сегодня 1 сентября. День знаний. Детей в школу. Детей в школу, да. Это наш. Я уже пришел. Ты уже из школы пришел? Да. Молодец. Поздравляю тебя с первым сентября. Давай. Давай. Что, мы помыли машину. Она теперь опять, типа, красивая. Вся такая чистенькая стала. И мы сейчас едем за ребятами. У нас эфир. Проблема в том, что в машине дико воняет. Вообще. В машине так дико воняет паленые проводки, что нам не горят. Тема с переводом магаданского времени, это отдельная история. Айфон по-стариночке перевел его на 7 часов. А по делу, по делу, уже надо было переводить на 8 часов. Соответственно, что мы имеем? Мы имеем опоздавшую команду, у которой 12 минут назад должен был быть эфир. Благо, что он не прямой, а в записи. Поэтому едем на эфир. Едем на эфир. Ты как уже по работе первый день? Жукова. Что такое? Я еле встал. У меня глаза как клеем близкий.